В начале декабря прошлого года работников, которые бережно выращивали грессовские огурчики, попросили уйти в отпуск. Но не за ежедневный кропотливый труд, а из-за огромных долгов перед ТГК-14 и налоговой службой. Правда, к удивлению вынужденных отпускников, сейчас на их месте работают сотрудники из Поднебесной. Хотя изначально говорилось, что овощевод отдадут в аренду сельхозпредприятию «Новый материк». И трудиться там будут как местные сотрудники, так и приехавшие из КНР. Хотя сейчас, по словам директора, так и происходит. К слову, в начале года на совещании с предпринимателями министр экономического развития края Сергей Новиченко запретил черновскому овощеводу привлекать на работу иностранцев в 2017 году. Мы не планируем, что вы привлечете иностранную рабочую силу. Поэтому давайте замещать своими ресурсами. Вы – государственное предприятие, ограничение по иностранным работникам, для которого по отрасли составляет 50%. Плотнее работаете с СУЗами, техникумами. Был такой разговор, что он нам предлагал работу у китайцев, но увольтесь оттуда. Но это мы… Зачем? Там невозможно работать. Тем более летом, как там жара 60 градусов в теплицах, там невозможно работать просто. Но в теплицы нас не пустят. Мы так понимаем, что работу для нас приготовили другую. Разнорабочую. Где была, допустим, вторая бригада, там сейчас поле и бурьян выше головы. Ну, китайцы, ясно, не будет у них пустовать такая территория земли, что отправят просто вот туда русских. Собирать вот это вот мусор и все, что там заросло за столько лет. У нас раньше были бытовые комнаты, они нас быстренько… Они вскрыли все, как сказать, двери, замки, пока мы в отпусках, а их завозили. Они вскрыли все оттуда, выбросили все наши вещи оттуда, настроили себе там, значит, из досок шкурки, кроватки. Ну, вот они там живут теперь все. Причем семьями. Семьями. Да, на нашем законном рабочем месте. Да и работать на китайцев, признаются, совсем не хочется. Те помыкают сотрудниками и откровенно заявляют – рубли нет, иди работай. Волнует женщины то, что знаменитый вкус настоящих грессовских огурцов уже не тот. По их наблюдениям, если раньше огурцы, как и положено, вырастали в теплице за месяц, то теперь на заморских удобрениях плоды вымахивают за две недели. Как объяснил директор, дело в том, что технологии улучшились, а после прихода нового арендатора знаменитое название стало не более, чем раскрученным брендом. Когда сюда заходило предприятие, меня назначали, значит, даже губернатор, это был, значит, конкретно сказали, что мы находили сохранить бренд предприятия. Для этих целей зарегистрировали черновские овощеводы, только под другими, маленько другой авиатурой, по ООО «Черновские овощеводы». Сейчас предприятие находится в стадии банкротства. Задолженность овощевода превысила 45 миллионов рублей. Все доходы, получаемые от сдачи в аренду теплиц, сейчас уходят только на погашение долгов перед ТГК-14. За всеми поступлениями в кассу предприятия тщательно следит служба судебных приставов. Она же теперь отвечает и за зарплату. В ближайшее время Геннадий Стрельцов хочет обратиться в прокуратуру, чтобы снять частичный запрет на использование средств из кассы, ведь тогда он сможет выплатить хотя бы аванс, не говоря уже о 5-миллионном долге по зарплатам. В худшем случае имущество предприятия уйдет на металлолом.